я здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть ферму от родная долина третий сезон у нас идет друзья и что мы в общем то имеем у нас 6 30 утра и у нас созрели наши поля на всех полях друзья у нас растет рожь кроме маленького 45 поля здесь у нас созрел ячмень почему здесь ячмень я вот ума не приложу на самом деле я хотел сюда тоже рожь засеять зачем она нам нужно друзья нужно для семян рожь из всех культур которые из которых можно делать семена самая урожайная общем-то штука там будет прям много урожая у нас друзья семена заканчиваются 16 кубов всего семян осталось поэтому нам надо это производство запустить поэтому в общем то у нас рожь и созрела на самом деле нам скорее всего хватило бы одного поля но вы знаете я любитель минимализма поэтому у нас здесь такая техника и так вот все хорошо работает поэтому друзья два комбайна отправляем работать и пускай они эту самую рожь собирают и надо отправить друзья мана который будет их разгружать например вот этого черного правда он по документам черный на самом деле он уже дал далеко не черный с учетом того что сегодня вышла только вторая серия я боюсь представить сколько до сегодняшнего дня будет комментариев по мой технику я до сих пор ни разу этого не делала даже керхеров нету так вот ты друг едешь помогать разгружаешь комбайны и в общем то работа здесь пошла они исправятся надеюсь мы их трогать не будем также друзья раз мы собираемся запустить производство семян там еще нужны удобрения расход удобрений идет очень маленький поэтому мы сюда высыпем наверное один прицеп 47 кубов если что будем докидывать не проблема выгружаем удобрения и отправляем джесси бишку обратно на парковку пока что он нам не нужен бзды погнал и есть паркуйся далее друзья перенесемся на наши заводы цементной и сталелитейной и какая у нас тут в общем-то ситуация тут потихоньку сейчас на автодрайве ввожу всю эту херню а у нас значит уже забился склад жб-блоками брусчаткой гвоздями и труп тоже много они пока у нас нигде не используются вот арматура остальные балки это дело у нас в дефиците гипсокартон кстати тоже там наверно производство уже давно остановлено я его что-то не подвозил сюда лень далеко ездить а вот но тут есть такой момент что у нас друзья мусор забился и это производство остановлено это не очень хорошо мусор надо будет куда-то вывести самое противное в этой ситуации это то что мусор можно вывести продать вот здесь вот на трэш сейлс и на пмс переработка соответственно я конечно больше хочу перерабатывать чем продавать этот мусор черт 3 миллиона этот завод стоит но на самом деле 3 миллиона это пол беды основной косяк друзья в том что чтобы туда попасть надо построить два моста вроде как два то есть вот этот и вот здесь вот по-моему еще один находится до сверху находится один или в объезд который над первым вторым третьим четвертым полем в любом случае туда нужно два моста это плохая новость у нас эти два моста уже построена и вроде как хватает ресурсов на третий мост поэтому сейчас наверное будем строить 3 запускать стройку вообще раз уж я сюда пришел надо отправить вот этих вот пацанов отвезти еще по прицепу чего-нибудь на склад у меня тут все по автодрайву работает правда приходится вручную все это дело выгружать создаем 12 поддонов и разумеется закидываем их на платформу они вот так вот залетают после чего мы создаем еще 8 поддонов когда эта штука обратно заедет давай быстрее дома вроде заехала создаем друзья еще восемь поддонов вот так вот и нажимаем на эту кнопочку еще раз в итоге эти поддончики у нас заскакивают на man сейчас и когда он видит что он полный он заводится и едет выгружает это все дело на склад потом возвращается сюда то же самое сейчас сделаем со вторым маном в общем то периодически приходится вот вот этим вот заниматься а нам по сути дела же вы блоки брусчатку высыпать не надо же бы барьеры надо будет еще блин барьеров много насобиралась я их по-моему прошлый раз вообще не вывозил но ничего давайте цемент выгружаем удобная штука автодрайв даже здесь вручает и там вроде как на 8 даже не осталось хотя осталось наверно они по два куба как раз 8 штук и осталось ну-ка друг на 8 как раз и осталось замечательно прелестно давай выгружайся я вот думаю чтобы еще . здесь потому что я так не пробовал делать еще то есть она в теории работает мосты я строил все было нормально но может оказаться так что . далековато так что сейчас как раз проверяем работает это дело или не работает это дело работает это дело прекрасно каев смен кстати у нас тоже потихоньку забивается но цемента мы сейчас много вывезем это не проблема цементом нужен для постройки моста мы его вывезем и жб барьеры у нас получается 160 кубов мы всего можем сюда вместить у нас там 210 лежит значит друзья давайте мы одну машину по одной машине выгрузим сейчас этих самых же бы барьеров их 6 штук всего можно создать а влазит 8 было бы конечно хорошо степана выгружалась сразу знаете как на столе литейном заводе там вот выгружается ровно то количество которое влазит на ман то есть длинных поддонов 16 штук гвоздей 20 штук и ты по сути дела выгружаешь сразу заполняешь всю машину а тут приходится в два этапа и дядька отчеты черт он 7 штук повез что ли ну ладно давайте тогда выгрузим еще один этот самый же бы барьер две штуки сразу же закидываем на машину и потом выгружаем еще шесть и соответственно эти шесть потом закидываем же бы барьеры 6 штук да надо вот я делал в том что просто друзья дождь был я хотел начать запись серии прошлым вечером и соответственно вечером бы все склады тоже почистил бы все было бы хорошо потому что я как правило это делаю два раза в день в смысле в игровой день ладно ребята катайтесь сейчас будем что-нибудь еще придумывать на самом деле друзья чтобы завод продолжал работать я вижу только одно решение это выгрузить мусор и просто ставить его в сторонку а соответственно отвести его уже потом а в общем то так и сделаем создаем мать твою 35 поддонов где он появился он даже здесь мешать никому не будет вот такие вот мешки с мусором выгружаем а завод начал работать в общем то с этим разобрались но видимо вопрос у нас куда его девать становится таким одним из главных поэтому вопрос о том какой мост строить следующий в общем-то решен а поехали друзья тогда знаете что сделаем я проведем там автодрайв около этого моста заодно можно сейчас загрузить два контейнера отвести стой друг здесь отвезем например цемент и и жб барьеры создаем один поддон такой и один поддон цемента бздынь готова ну вот они появились выгружаем это все дело на платформу и а чё этот отдельно что ли идет этот видимо отдельно идет ладно чё страшно я обычно их пододвигал на одну линию и выгружал там поехали к мосту будем смотреть что там надо сделать мозг кстати находится здесь довольно близко поэтому мы довольно быстро все это дело отвезем туда нам друзья нужно отвести туда 4 ресурса по 4 контейнера каждый то есть 16 контейнеров у нас есть две платформы которые могут возить по два контейнера сразу и простая математика говорит о том что им парой всего лишь четыре раза надо будет туда съездить что не может не радовать это будет быстро хотя вообще кажется может и далеко здесь этот мост но в любом случае ближе чем те которые мы уже построили на другом конце карты и хороший вопрос как тут грамотно сделать автодрайв черт не очень удобный счет на того что здесь еще и отбойник стоит в идеале конечно по ну так вот просто проехал здесь и она выгрузилась сильно ковыряться тут тоже не особо сильно хочется так отстегиваю вот эту штуку и пытаемся сделать красиво так как то так блин опять вот цвет поменялся нифига не понятно нифига не видно в теории в теории должно работать цепляем все это дело обратно и выставляем ему в общем-то и поездки то едешь на склад забираешь оттуда грузовые контейнеры и разгружаться едешь на мост 3 и в общем то проверяем чтобы это все дело работало я думаю что он будет разворачиваться здесь около угля то есть быстро приедет пока он там разворачивается давайте отправим и 2 по этому же самому маршруту у нас тоже будешь загружать грузовые контейнеры давай погнал выгрузим здесь получается стальные балки 1 и арматуру тоже один готова и вообще друзья их чтобы не тыркаться обычно много раз я их вот так вот всегда переставляю и все нормально но уж по не конечно 2 здесь выгружались не понимаю почему их выгружается максимум 3 они 4 если вроде как здесь тоже место для разгрузки непонятно так смотрим как у этого дела обстоят давай 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 разгружай пора он не разгружается стоять вообще триггер то рабочие я даже не посмотрел триггер рабочие так смотрим как он где проезжает где он разгружается может быть имеет смысл поставить ему разгрузку вправо здесь ребята неудобны очень неудобно 2 который мы делали было намного удобнее он здесь не успевает резать надо ставить друзья разгрузку вправо его поддона будут падать дубль 3 должно работать я надеюсь черт чуть не упал а тут высота тут и разбиться на хрен можно ну что давай покажи нам мастер-класс скажи что у тебя все получится оп выгрузился а этот не попал значит будем двигать руками я сильно мучиться с этим тоже не сильно хочу а между делом у нас вот эти вот ребятушки уже убрали довольно таки большую часть поля но насколько я понимаю man еще не ездил ни разу разгружаться в нем 400 кубов комбайне еще 160 который он сейчас разгружает видимо сейчас поедет первый раз хоть убейте но и они есть ноль ржи да ты его не видел вообще ни разу хорошему производства запустить бы побыстрее потому что как бы и посев уже можно было бы ставить а у нас там 15 кубов семян осталось на одном поле в принципе хватит наверное а я вот засеивал рожь и одной силки хватило чтобы засеять вот это все поле это не самое большое поле я согласен а там 13 кубов и опять-таки у других культур расход семян будет больше поэтому не знаю так второй чертик у нас выгрузился соответственно по 25 кубов всего мы привезли строительство началось через 25 часов она будет закончена надо друзья уже месяц наверно следующий мост тоже какой из мы будем строить тут на самом деле два варианта есть чтобы попасть на этот самый мусорный завод во первых можно ехать вот здесь через городок а нет вариантов на самом деле нету здесь ты не пройдешь надо в любом случае будет выходить вот на это вот шоссе и как мне сейчас туда попасть с учетом того что я спустился здесь а у нас заезд здесь вот носить на на севере значит мы на они есть есть и тут дорожка черт я очень много путаюсь а так вот да значит вот здесь можно будет повернуть налево после чего повернуть направо на шоссе если это можно конечно назвать шоссе и здесь есть еще один мост на право ехать не вариант надо ехать именно прямо соответственно там куска вот этой дороги тоже нету куска нету небольшого и обидного и здесь тоже невозможно подняться обратно значит будем идти рядом черт как тяжело здесь получается еще всякие эстакады путепровода и прочее вот это вот фигня и по нему можно будет съехать вот сюда здесь у нас еще одна территория находится тут заправка это похоже на рынок какой-то что это такое мясо комбинат хайпоинта кабел лидия хостовары магазины еще что то здесь есть короче да здесь типа рыночка такого можно все привозить она будет постепенно медленно продаваться не знаю будем ли мы вообще этим заниматься но ладно так вот именно отсюда друзья идет дорога на переработку мусора а вот она вот здесь вот мы проезжаем и здесь находится точка продажи куда можно мусор продать а также а заводик вот такой вот по переработке мусора бухов пмс вот здесь мусор выгружается и перерабатывается во всякие полезные штуки в маленьком количестве конечно но в любом случае штуки полезные вот такая вот интересная история так ребятушки у нас приехали давайте их загрузим а так давай ты у нас повезешь два поддона с жб барьерами это их нужно будет разгружать еще не перепутать бы что везем а что не везем так вот до 2 поддона с жб барьерами бздынь ты уехал а второму загрузим два поддона с цементом бздынь и готова черт я сделал плохо она закинем вручную его друзья слишком рано выгрузил и эта штука его наоборот задвинула сюда ну ладно мы вручную его перетащим не проблема тоже давай есть разгружайся дождемся друзья сейчас пока они разгрузятся пойдем заниматься своими делами другими делами 10 до очень неудачно нее неудобная точка разгрузки но что поделать что поделать на самом деле такое чувство что здесь вот прям миллиметра не хватает то есть они бы справились если бы . на миллиметр вперед было но уже друзья переделывать не будем очень не хочется да и к тому же им съездить тут осталось всего по два раза все давайте приедете мы вас потом загрузим что-нибудь погнали посмотрим черт я все-таки упал туда благо есть или портаться давайте посмотрим что у нас здесь судя по всему зерновоз уже съездил разгрузиться раз он пустой и да у нас есть ржи 528 кубов поэтому берем нашего вот этого вот прекрасного мана едем его по полной заполняем и эти самые 520 кубов которые мы заполним выгрузим на наш завод по производству семян и хорошо что из этого элеватора загрузка быстро идет пока такой прицеп загрузится например удобрениями с производства удобрений это вечность проходит а чё они здесь по одной полосе едут а кто мне расскажет как-то прям не очень хорошо получилось для на новое еще и толкает как-то прям совсем неправильно я бы сказал ладно ничего страшного бывает как у нас там загрузкой дела обстоят скорее всего уже загрузилась давно да поехали выгрузим это все тело на производитель семян пошла выгрузка в общем-то этот заводик у нас тоже пошел работать тут семена придется периодически вот первые по крайней мере дни периодически докидывать их на этот самый на склад на наш сеялка туда не будет ездить пополняться но у хоть на один посев есть уже хорошо точнее на одно поле можно будет ее поставить там как-нибудь она посеет также кстати друзья о чем забыл совсем и давно собирался в прошлой серии забыл сделать но правда вряд ли бы мы это сделали потому что у нас нет денег нужно известь у нас опять надо посыпать наши поля известью и это не самая хорошая новость друзья нам нужно посыпалка извести потому что вот это которая у нас есть она настолько долго это все делает поэтому погнали в магазин посмотрим сколько стоит классная посыпалка извести и посчитаем сколько денег нам надо и жить надо что-нибудь продать получается тогда на самом деле что-нибудь продать это не проблема у нас много всего чего можно продать но посыпалку разумеется берем топового 38 метров ширина разброса чисто для извести расширение бака почти на 60 кубов и она стоит 114 тысяч а к ней разумеется нужен трактор и трактор нужен ей конечно же помощнее трактор будет еще 1300 то есть надо поехать продать прицеп чего-нибудь а сейчас поедем продадим прицеп чего-нибудь не проблема а кстати дождик был и у нас опять наша лужа заполнился она почти высохла и сейчас она опять заполнилась кстати можно что траву покосить я не не знаю пока зачем но можно покосить так ты у нас выгрузился чем и такого можем продать канала 60 кубов всего соевых бобов у нас много кукурузу у нас много можно продать прицеп бобов порт бирмингем давайте наверно даже все бабы продадим которые у нас есть деньги так-то нам нужны так что есть друг один раз есть это все продай поедет кругами ничего страшного и вот этот man тоже самое тоже соевые бобы и тоже один раз погнал а мы пока возвращаемся сюда и можно будет еще загрузить вот этих вот ребятишек давайте выгрузим две остальных балок одному нажимаем кнопочку здесь и нажимаем кнопочку вот здесь мне что-то их впадлу прям таскать стало вдруг поэтому пускай так так стальные балки мы выгрузили да да а второму тогда выгружаем арматуру то же самое два поддона выгружаем и идем клацаем на кнопочки чтобы это все дело у нас выгружалась один сюда один сюда ну и в общем то он тоже поедет это не проблема это уже проверенное все дело главное не прозевать когда они туда приедут на выгрузку а соевые бобы у нас просто уходят на глазах ничего продадим будет 700 тысяч купим себе классный трактор нужно только придумать где его поставить самом деле с теми длинными штуками он нигде ни в один гараж не заедет точнее он даже заедет коллизии у этих длинных штук нет но выглядит это будет скажем так некрасиво поэтому его надо придумать место на улице на улице все места заняты его можно будет тут сюда куда-нибудь нарисовать сюда поставить рядом с ангаром и нормально будет или даже рядом вот с этим но увы он да придется ему жить на улице так это тоже у нас погнал 99 процентов не хватило трех кубов как у нас ровненько тут на складе их оказалось так погнали смотреть на мост а то они там сейчас вдвоем выгрузится и беда будет мне друзья как раз успел на выгрузку первого самое интересное что знаете мосты абсолютно разные все по размерам а количество ресурсов везде требуется прямо одинаковое все готово пускай едут на загрузку потом придем загрузим их последним чем-нибудь точнее чем-нибудь нам осталось по одному контейнеру всего привести и все будет у нас чики-бомбони просто не пока они там катаются кстати уже есть 800 литров семян а вам 5 кубов в час производства этой штуки давайте посмотрим до 5 кубов в час нормально пойдет я не помню сколько семян мы сделали прошлый раз я говорил точно что нам этого хватит до конца карьеры в итоге друзья не хватает но сейчас вот со всех этих урожаев прям точно хватит до конца карьеры это прям прям точно даже если мы супер большие поля купим что у нас на дизельном нашем заводе можно уже привести по прицепу почти всего еще на лесопилку боюсь идти потому что там моя нога там не появлялась уже почти два дня на камни дробилки у нас закончились камни надо повысыпать будет лесопилка тоже остановлена досок здесь дохренища вот эта штука работает кстати что удивительно вот эта штука у нас тут клей закончился бумага у нас щепа закончилась на поддонах доски закончились короче надо будет все это дело здесь пообновлять бревен еще 70 кубов нормально пока хватает между тем кстати у нас уже продался один прицепчик бобов и пошел продаваться второй прицепчик бобов а это значит что можно идти в магазин и покупать себе новую игрушку во первых друзья трактор мелочиться не будем да и давненько у нас не было этого трактора во всех моих прохождениях оранжевая вальтера она самая можно поставить даже балансировку колес я еще не придумал зачем но ладно 295 тысяч она нам обошлась и конечно же друзья посыпалка для извести ее тоже кстати можно покрасить такой же оранжевый цвет ставим ей расширение ставим ей вот эти вот 12 метровые разбросанные диски и 114 тысяч она нам тоже обходится камень этот лежит здесь до сих пор цепляем вот эту вот хреновину с день и погнали на базу посмотрим где она будет жить длинная зараза возможно имело смысл взять помощнее двигатель для этой вальтеры потому что 60 кубов тягать не любой трактор может еще 480 тысяч нам прилетел а вот идеально же кадр да вот эти два комбайна которые идут друг за другом вот такое мне нравится выглядит действительно красиво на самом деле этот накруг его просто уже догнал короче жить он у нас будет вот здесь а видимо вот так вот я думаю что мы даже задним ходом здесь парковку прописывать не будем смысла в этом никакого нету он у нас не будет лениться и объедет спокойно вокруг ангара правильно правильно уже как фпс проседает как больно так погнали запишем этот самый маленький маршрутик я его охрененно просто на пути у себя поставил это же я что с меня взять значит парковки парковка известь она называется у нас и я ее не вижу хоть убей а правильно я же и не перенес в из папки а так вот парковка известь цепляем вот эту вот штуку назначаем парковку прицепу и трактору переносим ее в папку с парковкой здынь готова и отправляем его припарковаться сделает круг ничего страшного а мы возвращаемся к нашим баранам то есть к этим перевозчикам которые нас возят и строят мост получается один поддон жб барьеры один поддон цемента и ладно давай есть загружай одна штука и вторая штука бздынь кнопочка пошла а второму тогда мы выгружаем стальные балки и арматуру создаем один поддон арматуры и создаем один поддон остальных балок бздынь готова это же самое нажимаем его здесь на кнопочку и нажимаем ему вот здесь на кнопочку бздынь погнал главное не прозевать выгрузку тем временем уже полтора куба семян есть все нормально всего будет хватать черт силос надо вывести траву надо привести вот то производство которое работает быстро и за которым я не успеваю следить давай man это твоя работа а ты тогда давай траву визе ты тогда катай друг траву а кстати если здесь проморгать выгрузку ничего страшного ты не случится он тогда не сможет проехать я просто думал что он проедет здесь станет рядом после чего выгрузит поддоны и они забагаются ну то есть один в одном окажется и будет в общем-то неприятной ситуации и такс мы все привезли мост строится завтра утром будет готов черт опять упал ну и потом друзья наверное я начну тогда строительство следующего вот этого моста который у нас идет к мусородробилки мусора переработки вот эту вот пупуську надо будет обязательно тоже построить плюс друзья опять-таки позанимаюсь всеми производствами поляда убираю засею и в общем-то встретимся в следующей серии а у нас там скорее всего будет много денег в следующей серии я по крайней мере на это надеюсь у меня по крайней мере такие планы и соответственно будем эти самые денежки тратить на всякие вкусные штуки поэтому друзья чтобы не пропустить следующую серию подписывайтесь на канал много лайков много комментариев и она выходит побыстрее чем обычно если не хотите ждать можете посмотреть на бусте тем кто уже поддерживает на бусте ребята вам огромнейшее спасибо за поддержку всем в общем то спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока